Давайте первую часть тогда. Привет, сам я, Дима, и вот знаете, я сейчас сижу и думаю, блядь, как мне этот ролик-то назвать? В идеале его название... Как будто специально имели умысел травмировать детей. Но вот это, кстати говоря, самая интересная особенность того, что произошло. Люди-то стояли взрослые за этим, ну, вы должны понимать, да? И даже если представить, что сценарист этого шоу был психопатом-педофилом, который, блядь, имел какие-то нереальные наклонности, было еще куча других людей. Режиссеры, постановщики, продюсеры, да и, блядь, дохуя еще кого. Как это прошло мимо всех этих людей? То есть я не понимаю. Почему никто не остановился и не сказал, погодите, мы делаем какую-то полную хуйню? У меня жуткие персонажи в детских шоу, но учитывая трепетное отношение Ютуба ко всему детскому, я даже не знаю, мне, наверное, сразу 18+, если в названии будет и слово жуткий, и слово детский, так что я еще подумаю, в общем, как ролик обозвать. Но суть вы поняли. Сегодня я решил показать вам самых пугающих и самых мерзких существ, которые когда-либо были показаны в детских передачах. Идея у меня родилась сразу после... Почему при слове педофил у меня остается член? Я думаю, что это детский посттравматический синдром, который у тебя мозг, скорее всего, вычеркнул из твоей памяти. Это нормальная защитная реакция. Подозреваю, что в детстве тебя изнасиловал педофил, при каких-то обстоятельствах, то твой мозг решил забыться и, соответственно, убрал те жестокие воспоминания из твоего пула, воспоминания, чтобы не травмировать тебя. При этом из-за того, что травма оказалась все равно скрыта в глубине тебя, она продолжила оказывать на твою психику определенное влияние, и вследствие чего это вывалилось в эдакие сексуальные триггеры. Например, очень много жертв насилия, особенно, например, если их насиловал отец девочек, они очень многие, вырастая, имеют определенные сексуальные фетиши, их возбуждает мысль о том, что их ебет их отец. Хотя до этого это было для них жесточайшей психологической травмой. Вот такое дело. Обнимай меня, мне страшно, который, кстати, обязательно посмотрите, если не видели, считаю два этих ролика одними из самых интересных на моем канале, так что, да, такая небольшая реклама. Ну так вот, если не обнимай меня, мне страшно, имел лишь обманчивую оболочку детского телешоу, то все те шоу, которые я сегодня буду обозревать, их возрастной рейтинг был около 6+, а то и меньше. Ну и пока половина из вас еще не ушли, я хочу еще заключить с вами такой небольшой уговор. А если в течение трех суток после выхода этого ролика на канале будет 405 тысяч нажатых колокольчиков, сейчас их 395 тысяч... Получается, меня может возбуждать то, как батя пиздил мою мать? Ты будешь очень долго смеяться, но даже такие всплытия, такое всплытие сексуальных триггеров, завязанные на определенном виде насилия, которые связаны с тем, что ты наблюдал в детстве, действительно могут в будущем иметь место быть. Имеют место быть самые невероятные сексуальные отклонения, я не знаю, ну не отклонения, а вернее возникновение определенных триггеров сексуального характера, которые очень многое берут из нашего детства, без шуток. Очень много. Я бы даже сказал, наверное, почти все. Почти все умышленно или неумышленно остаются с нашего детства или подросткового возраста. Весь месяц я буду делать только жуткий контент. То есть это теория, это жуткие мультфильмы, это жутко... Даже вот вам еще такой пример банальный, достаточно банальный. Представим, что вы маленький растущий организм, который просто возбуждается и не понимает почему. И тут внезапно вам попадаются старые фотки какие-то или карточки с голой толстой бабой. Она безмерно толстая, отвратная, но она встает раком, показывает пизду. Вы, блядь, короче, возбуждаетесь от этого, дрочите, потому что мало что понимаете. И в будущем на фоне этого, на фоне вашего, так сказать, таких фрагментов сексуального воспитания, может всплыть ваш фетиш, который направлен на определенных типов женщины и так далее. Ну, то есть, это абсолютно... При этом парадокс этой ситуации заключается в том, что вы как бы осознаете непривлекательность и отвратность объекта вашего сексуального вожделения, но при этом вас это триггерит, и вы возбуждаетесь, и если бы никто не знал, и никто никому никогда не рассказал, вы бы это делали. Типа того. Вот, и таких вещей очень много. Такие пасхалки. Ну, вы так знаете, что я на канале выпускаю. Те, кто не знал, наверное, все-таки уже выключили этот ролик, потому что мое предисловие уже затянулось пиздец. Начнем, пожалуй, с самого Лайтоу. С шоу под названием «Домашняя вечеринка Нойля». К сожалению, информации прошло не так много, по крайней мере, на русскоязычных сайтах, но все-таки какую-никакую информацию мне удалось перевести. Во-первых, хотелось бы отметить, что шоу было достаточно успешным. В эфире оно было на протяжении практически десяти лет, то есть с 91 по 99 год, и, да, это коротко о моем знании английского языка. И шоу было вечерним, а потому трудно назвать его прямо-таки детским. Именно поэтому я и засунул его в жопу этого топа. Но, тем не менее, дети также смотрели его. В 2010 году его даже признали как лучшее субботнее шоу всех времен. Я бы пальцем не тронул ничего из того, что лапал этот хрен. Спасибо. Блядь, ебать, сколько чужих у меня настрелили. Стури по-вообще, но не суть. Голосовали люди, им это нравилось. Однако, был один персонаж, которого практически все ненавидели. Это мистер Блобби. Два с половиной метра, округленное очертание, розовый цвет. Блядь, но он на самом деле не такой уебищный, как те, которые мы посмотрели. Желтые пятна, и он только в виде сосиски. Выглядит не так уж и ужасно, согласитесь, но пугал он скорее своим поведением, нежели внешним видом. У него был электронный голос, который менял тон в зависимости от настроения, и он выполнял в шоу роль пранкера. И чтобы было понятнее, есть, ну, пранки вот такие. Нет. Нет. Ты что, не помнишь меня? Нет. Боря. Обращайтесь по уставу. Все такие нежные стали. Если у шоу плохое качество и звук, всратая озвучка, то все начинают ссаться, как щенки. Ничего крипового нет. Просто вы напридумывали триггеров и пугаетесь. В детстве не такую херню видали. Нет. Читик. Вообще нет. Будьте мужчинами. Как бы, как бы тебе сказать, ты абсолютно неправ. Вот если бы, например, вот смотри, если бы, например, вот такая кукла, вот такая кукла, вот такая кукла нахуй была бы, то с одной стороны, тут как бы, ну окей, мрачная кукла, но чего бояться? Но, но чего, чего, чего бояться, да? По сути-то. Вот так вот. Давай добавим к этому черно-белый цвет. Здесь, конечно, не заметно, потому что это и есть черно-белая хуйня, да? Но ты понял мою, мою идею. А теперь он будет говорить так. И жить в мире, где нет красок. Моя цель решать загадки, мальчик. Я больше ничего не хочу. Рад приветствовать вас на своем детском шоу. Блядь! Здесь как бы нет триггеров, понимаешь? Здесь просто совокупность пиздеца. И это не то, чтобы пугает. Просто для детей это действительно может быть... Ну, как бы, блядь, тебе сказать. Короче, это и вправду имеет эдакую криповую подноготную. Ну, объективно говоря. А там применяются приемы, которые применяются для того, чтобы испугать либо нагнетать обстановку. Вот, ну. И только это используется в детском шоу. Так что здесь дело не в неженке. Мы-то поняли, что ты закон он, ебать, блядь, устойчивый такой. Реально чувак, ничего не боишься. Но, как правило, такие, как ты, срутся в штаны самые первые. Просто практика из жизни. Так что? Барьян. Помнишь, набухались тогда? Помню. Ну, ладно, мы себя так комфортно чувствуем, можем познакомиться тогда. А есть Эдвард Билл? Вот мистер Блобби, скорее Эдвард Билл. Мне не нужно об этом писать. А еще я тут заметил, что его голос очень напоминает модный нынче эффект, который пользуется спросом у гений в монтажах. Для начала послушайте голос мистера Блобби. А вот вам пример гениального использования этого самого эффекта. Узнайте родителей этих ублюдков. Узнайте этих ублюдков. Переверните там все вверх дном. Мамы, гадите! Мамы, гадите! Следующее шоу у нас... Хотя, стоп. Вы же у меня в большинстве с вами геймеры. И наверняка многие из вас любят олдскуинные игры. Поэтому хочу рассказать вам о игре, которая сделана именно по всем канонам олдскуинных. Не знаем, не знаем, не знаем, что это такое. Не знаем, не знаем. Не могу рекомендовать, не могу. Я не знаю, знаете ли вы, что это такое. Но тут сотни миллионов просмотров на ютубе. Я немножко... Но первая хуйня была вообще, на самом деле, не страшная. Хуел с этого, потому что лично я вообще не помню, чтобы я это видел. Помню лишь приключения Чили Вилли и рекламу Киндер Пингви. На этом у меня с пингвинами все. И на самом деле, рассказывать тут особо-то и нечего. Это был сериал из коротких забавных серий по типу Тома и Джерри, Ну погоди, Маша и Медведи и прочего подобного. Но одна из серий запомнилась зрителям далеко не как забавная и веселая. Это была серия под названием Сон Пингви. В ней главный герой оказывается во сне. Его дом улетает, кровать начинает ходить, короче, типичный сон до какого-то момента. До момента, пока за герой мне начинает следить огромный морж, который своим внешним видом и низким ужасным смехом напугал немало детей. Ну не знаю, ну не знаю. к показу, причем не в какой-то одной стране, ее убрали со всех эфиров. А по-моему, прикольный прием для тех времен. Серега, я припоминаю парочку шоу, которые я смотрел в детстве, но они не казались страшными, были интересными, я так воспринимал. А боялся я Фредди Крюггера больше всего. Да, спасибо, Золотойка, за 100 рублей. Но я не думаю, что ты смотрел эти шоу, потому что их у нас не было. Следующее шоу называется ИКМИК. А именно у нас, кстати говоря, на СНГ телевидении детские шоу какие-то прям криповые, их я не припомню особо. Лорляндия. У нас это шоу так... По крайней мере, они не стоят даже рядом с тем, что мы увидели в первом видео. Показывали, потому если ввести в гугл его название, вас в первой ссылке поведут изучать суффиксы. Но если ввести название на английском, нам сразу же покажут то самое существо, о котором пойдет сейчас речь. Зовут его Карбон Кель, хрен знает на самом деле. Но тебе пользование откровенно не важно. Важно то, что это уже действительно детское шоу. Телекомпания Вита, телекомпания Вита не детское утреннее шоу. Предназначенное как познавательное. В этом шоу детей обучали чтению по специальной методике, которая в целом была неплохая, многие родители ее хвалили. Но практически во всех детей этот персонаж в сериал неистовый страх. Из-за этого шоу подвергалось сильной критике, поскольку родители считали персонажа чересчур страшным для детского телешоу. После 20 эпизодов персонажа вынудились делать добрее и больше похожим на человека. Я бы не сказал, что это прям спасло ситуацию. Я бы сказал, что это просто хрец. Муми троллей наверняка многие из вас знают. И кто-то даже смотрит. Да, я охренел, но оказывается есть новая версия. А еще оказывается эта версия, на которую я натыкался, она тоже была не единственная. Вообще, Муми троллей изначально были книжными персонажами, написал их финско-шведская писательница. И после про них уже стали снимать мультфильмы, мультсериалы, как в той же Финляндии, так и уже потом в СССР, Японии и некоторых других странах. И, а так как это книжная адаптация, во всех мультфильмах у нас одни и те же персонажи. Ну, а самым жутким из них всегда был Мора. И пугал он не столько нижних видов видом, скользь своей загадочностью. То есть, по лору, вселенная Мора является самой большой угрозой в долине Монмен. Это холодное, жуткое существо со стеклянным взглядом и все, до чего оно дотрагивается, погибает. По сути, уже хватает описания, чтобы дети обсырались, но это далеко не все. Если в английской озвучке сцена с Морой выглядит вот так, то есть, да, Мора просто молчит, по сути, оно немое, то в финской, польской и японской версии у Мора есть голос, и звучит он реально пугающе. Блядь. Блядь, вот это ПСДЦ напоминает мою соседку, которая лет 60, она скипидарит свои волосы, они уже все выцвели, и выжженные, и она считает, что она очень модная. Этот ролик был загружен на YouTube в 2008 году, и это был первый фрагмент в интернете с участием Ратафак Плача. На тот момент мало кто обратил внимание на ролик, оно и понятно, на YouTube в принципе было не так много зрителей, так как он не так давно запустился, а тут еще и какой-то странный арт-хаус, посмотрев который, многие люди просто с непониманием закрывали вкладку с видосом. А потом, наверное, еще час с переваху. Но с годами видеоролик становился все популярнее, и в конечном итоге его стали обсуждать на Reddit, то есть из непонятного андерграундного арт-хауса. Думал пойти в мафию для стримеров? Я скажу откровенно, вот так вот, в данный момент меня мафия и другие шоу на Twitch, честно говоря, заебали. Одни начали, другие все подхватили, потому что это цифры и так далее. И, блядь, Twitch превратился в ебанное низкосортное телевидение. И если в просмотре видосов или прочем тупнике есть низкосортное хотя бы хоть какое-то, блядь, юморное, пусть не оригинальное дерьмо, то это просто дерьмо. И я не буду никого указывать, я как-то смотрел одну из мафий, а не буду говорить кого и так далее, потому что мафий очень много сейчас на Twitch, очень много, не только от сами знаете, кого, очень много. И я немного не выкупаю в чем прикол смотреть такую мафию, ведь 90% игроков там играет плохо, неинтересно. Они неинтересные, у них неинтересные рассуждения, неинтересные умозаключения, и в целом вся игра проходит неинтересно, я плохо понимаю вообще нахуя это смотреть. Ну люди смотрят как бы им заебись, и я безусловно никого не отговариваю и не осуждаю. Я говорю лишь про свою позицию на этот счет. Я сам в мафию не умею играть, но я и не, как говорится, и жопу не мучаю. Вот, я говорю лишь как зритель со стороны, это же в том числе делается и для меня. Я же тоже зритель. Я плохо понимаю, просто, как бы, я сидел, смотрел, и очень часто, я даже более того скажу, очень часто эти игры в мафию переходят в какой-то нелепый и детский трэш. особенно ближе к концу. Опять же, никого не осуждаю, никому не это, каждому свое. Я сам далеко не высокоинтеллектуальный контент, который блещет охуенным юмором и пиздатой оригинальностью. Безусловно. Я лишь просто оцениваю как зритель конкретно эту вещь. Поэтому я просто не понимаю. Придя на какую-то мафию, я не понимаю, что я могу показать. Я бы туда, понимаете, вот прийти мне туда выгодно. Вот меня, например, Хесус звал на мафию. Мне прийти туда выгодно по многим причинам. Но я не понимаю, что я там буду делать. Потому что я в мафию играть не умею. Одной игры будет недостаточно. К тому же, безграмотной игрой можно заруинить игру. Испортить всем впечатление. Не только тем, кто играет, но еще и тем, кто смотрит. Я не понимаю своего смысла нахождения при таких вещах. Может быть, если устроят какую-то мафию для имбецилов, типа меня, и соберут кучу имбецилов, которые не умеют играть, условно говоря, это окей. Может быть, я бы на такую мафию пошел. И то, блядь, под большим вопросом. В остальном, я плохо понимаю. Так что... ролик превратился в объект массового обсуждения. К слову, на тот момент мало кто знал, о чем было само ТВ-шоу, так как в интернете никакой информации не было, даже странички на Википеде. Там каждый... Там каждый раз такое? У него не имелось. Но сейчас... Так почти все мафии такие сейчас. Окей. И даже если ты нормально будешь отыгрывать, найдется чел, который начнет игру в хуету сливать. В общем, ладно, ребят, я, короче, ну, я сейчас пока в данный момент я не испытываю желание идти играть кому-либо в мафию, потому что мне кажется, что это, ну, сейчас на Твиче, блядь, передозировка этой хуйни. Сейчас на Твиче сложнее найти чувака, который видосы, блядь, смотрит, чем чувака, который играет в мафию. Поэтому... Сейчас уже известно, что... Или в какой-нибудь другой шоу. Не важно. Шоу транслировалось в Чехословакии с 79-го по 89-й год. И целевая аудитория шоу это дети от 3 до 9 лет. Блядь, ну вот это хриповый чувак. Вот это вот. Выглядывается очень странно. И вы не поверите, но в Чехословакии это шоу очень даже любили. То есть, там оно было как улица Сезам для Америки. Оно делилось на несколько рубрик и в одной из рубрик главным лицом был как раз таки ротофак. Вся его роль заключалась в том, чтобы выглядеть тупо. То есть, это был огромный дурачок, умнее которого были даже дети. Оттого дети возможно его так и любили. Он унес какую-то ересь, а детишки его поправляли, считая себя Эйнштейнами. Показалось бы, да, обычное детское шоу. Его даже дети не боялись, в отличие от всех прошлых, о которых я говорил. Но тут все куда интереснее по части самой куклы. Многие считают, что Слинека стала одним из разжигателей бархатной революции, которая привела к концу коммунизма в Чехословакии в 90-м году, после чего государство собственно расселилось на Чехию и Словакию. И нет, кукла не имела прямого влияния на эту самую революцию, но почему-то она стала неким символом этой самой революции. Начать с того, что Ротафак учил детей отречься от коллективного разума. Он также бойкотировал Олимпийские игры и, что еще более странно, он был замешан в президентских выборах в 2009 году, то есть спустя 20 лет после закрытия шоу. Ротафак, плахта, ваш президент. И вот после всей этой истории с Реддитом, после выяснения того, откуда этот персонаж был взят, выяснилось так же и то, что ролик, благодаря которому он стал популярен, никогда, по сути, не был в шоу. Да, дело в том, что после окончания сериала всех кукол, которые там принимали участие, выбросили. Всех, кроме Ротафака. Отъебись, короче, мне просто отъебись. Время нашел эту куклу и снял этот самый ролик, благодаря которому узнали во всем мире об этом шоу и узнали о таком персонаже, как Ротафак. И, блин, по-моему, я слишком часто использую факт, скорее всего, монетизации мне здесь не ждать. А на этом все, я... Ну, на самом деле, второй ролик был куда более криповый и... лучше отвечал названию видео, потому что здесь, ну, первый вообще не криповый, второй, ну, так, относительно, третий более-менее. Ну, как бы, окей, первый ролик был повеселее, да, да, детишки? Бля, пиздец. Надо убрать это дерьмо.